Ребята, всем привет! Вы на канале Семьян и Чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайся, если вы еще этого не делали. Сегодня мы приехали в Дагомыс. Поселок городского типа находится недалеко от Сочи. Точнее, за Сочи, если мы едем из Адлера и перед Сочи, если мы едем, например, из Краснодара. Классный поселок. Мы здесь уже были, гуляли, снимали в межсезонье. Нам понравилось. И сегодня я вам покажу пляжи, набережную в Дагомысе. Немножко покажу города. Здесь, конечно, сейчас все стоит. Возможно, если у нас получится, я покажу вам плантации. Вот так, ребята, выглядит Дагомыс. Не знаю, то ли это будни влияют, то ли это пятница-вечер так влияет, но все стоит. Смотри, что, ребята, вот тут вот живут люди, да, в таких, сколько, девятиэтажки, наверное, это. И у них вид вот на такие вот чайные плантации. А теперь гляньте, как это смотрится сверху. Еще мне в Дагомысе нравится очень сильно светофор. Они вот так вот горят, видите? Ау! И так вот каждый светофор. Видите? Ау! К чему? Почему ау? Кто в курсе, может быть, смотрит местные, напишите в комментах. В общем, мы пока добрались до Дагомыса. Все проголодались. Детвора выспалась. Соответственно, даже посмотрим здесь по ценам, да, потому что мы хотим кушать. Возможно, куда-то зайдем, возможно, просто купим выпечку, но в любом будет слышать какое-то сравнение по ценам. Давайте двигаться. Мы сейчас находимся возле комплекса улица Ленинградская. Прикольный такой дом. Его квартирный построили. Он находится прямо возле реки Дагомыс. Сейчас мы пройдем туда на мост, посмотрим, какие виды там открываются. Там открывается вид на гору Успенка, которую я хотел покорить, но не получилось, потому что там частная какая-то территория, все закрыто. Заработали палатки. Видите, всякие магнитики, надувашечки, подушечки, очки, шкала, шестьсот рублей. Вот, смотрите, есть даже столовая. Здесь здесь номера. Вот какой хор лягушек. Дагомысские коты, да? Чего вы боитесь? О, гляньте. Венеция. Вот так вот прям речечка. И вот тут вот можно снять номера. Прикольно. Вот в таком лягушачьем хоре жить. Единственное, что я знаю, что здесь опасно снимать. Кстати, вот она гора Успенка. Потому что как-то в том году, в 17-м, по-моему, смерч закрутился, прошел вот так по руслу реки, и там закончился. И получается весь поток, который он с моря собрал, все хлестануло, и здесь было вообще все затоплено. Вон мои еду. Да, классный мост. Здесь прям позалипать. Интересно. Он, кстати, не шатается. После моста начинаются такие туристические улочки. Да, тут все прям, смотрите, много ребят. Прям разгуляй. Первая выпечка, выбор маленький. Но когда мы здесь постоянно загуляли, здесь было все закрыто. А сейчас гляньте, все заработало. Так, цены на кукурузу нету, не скажу. А, ну пойдем на пляжи возьмем. Так, есть фрукты, овощи тоже, к сожалению, без цен. И туристические всякие, тапочки, коврики и прочее. Вот у таких вот уазиков можно отправиться в джип. Туры Родион, стой, дорога! Можно поснимать еще себе жилье вот в таких домиках многокпортирных. Новостройки. Да, такая. Турист из улицы. Так, как ориентир? Называется Армавирская, 26. Также можно взять даже экскурсии и отправиться на экскурсию в частный сектор. Справа, получается, такая застройка уже. И много баннеров сдают жилье. А что такое черешня дешевая? А? Я говорю, что такое дешевое? Мы просто и в центре брали ничего себе. Здорово. Да? Мы пару дней назад просто брали за 600. На центральном рынке. Как я понял. Видали? А, дорогой, да? Вот, видите, местные сказали. А центральный рынок вообще дорогой. 300 рублей черешня. Мы просто вот брали на центральном рынке 600. Обалдеть. Причем мы находимся сейчас, ребята, вот прямо возле пляжа. Вот вы сейчас поймете, как мы близко уже. Подальше начинаются ряды. Здесь раньше было все закрыто ролетами. Вот сейчас все поднято. И что-то тут офис. Тут вообще ничего нету. Не знаю, посмотрим сейчас. Так, тут, короче, тоже ничего нету. Видишь, я-то думал, здесь прямо это, смотри, палатки будут, а тут это, смотри. Все закрыто. Ничего нет вообще. Пока нет. Вообще, возможно, здесь что-то откроется. Вот видите, я говорил вам ролеты. И здесь продолжение все затянуто ролетами. А дальше мы, смотрите, переходим дорогу и попадаем в такой вот переход над уже железнодорожными путями. И, ребята, будем с вами попадать на пляж Дагомыс, набережная Штейтона. Тут играет уличный музыкант Штеймана, да, я чуть оговорился, правильно, Штеймана. Здесь, кстати, есть самый дешевый туалет, который стоит 10 рублей. Сейчас сразу туда сводим Настеньку. Да, Настя? Все, пойдемте. Ну все, ребята, начинаем. Вход на набережную. Мне прям не терпится посмотреть, как она изменилась. И сразу сходу я могу сказать, что она изменилась. Все пооткрывалось. Давай мне руку. Все, все зажили туристами. Тир открыт, надувашки, очечки, магазин одежды модница. Кстати, туалет здесь 10 рублей, не помню, говорил, не говорил. Выпечка, магазин продуктов, пиво. Вот туда проходит набережная. Сейчас мы с вами пройдемся. Вот какое-то кафе. Так, тут по выпечке пицца 300-400 рублей. Вот 32 сантиметра. Пиде 390-350. Хачапури 350-300. И начинается вход на пляж. Ничего себе, сколько тут людей. А вы устрицы ели. Вот, кстати, поставьте на паузу. Я вот так подойду, вы почитаете. Все, так, пойдемте. Вот так вот выглядит набережная. Она очень-очень короткая, маленькая. И дальше начинаются пляжи. Здесь вот так вот магазинчики. Там палаточки все закрыты пока. Есть парковка для велосипедов. Домик сделали детский. Так, вон какая-то есть столовая. Возможно, сейчас туда пойдем. Посмотрите, какие здесь широкие пляжи. Гляньте. Красота. Людей очень мало. Правда, поднялся такой ветер. Некомфортный. Как обстановка вам? Пишите свое мнение. Кстати, да, Настенька говорит, смотри, здесь тоже есть такая аллея зонтиков. Но это не то пальто, как в Меритинке, конечно. Такая миниатюрная версия. Есть такой ресторанчик. Давайте посмотрим по ценам. Каша 85. Можно вот детское меню. Пицца. Суп. Картошка с котлетами. Блюдо на гриле. Порель. Пельмешки. Ага. Ну, пойдем дальше, пройдемся, посмотрим там. Пиши. Решили еще пройтись, посмотреть и заодно вам показать. Да, набережная такая, про миниатюры в миниатюре. Так, вот, столовая. Смотри, здесь какое-то заведение. В такой тени находятся растения. И это все с видом на море, на пляж. Тут у меня спальный пляж Дагамыс. Видите, как здорово тут указать не был бесплатного туалета. Не знаю, так ли это. Вот еще такое же кафе. Видите, как здорово здесь. Прикольно. Какой-то пиратский какой-то стиль. Так, есть даже чебуречный. И можно, кстати, вот так вот с набережной пищу и отправиться на широченный пляж. Гринтвейн 300. Больше ничего я не увидел. И вот тут такая часть пляжа, где есть детская площадка. Есть турнички. Смотрите, как. Ни лежаков, ничего нет. Настилы все в куче лежат. Пока, короче, не готовы. Они к сезону. В общем, я оставил своих на детской площадке. Пусть немножко побегают. Разомнутся после долгого пути. А мы с вами вот так вот прогуляемся сейчас по пляжу. Посмотрите, оцените всю береговую линию. Но я, как тогда в межсезонье говорил, мне капец, как понравился Дагомыс. Во-первых, своим ландшафтом, то, что здесь есть такие чайные плантации. Во-вторых, пляж вообще широченный. Он огромный. Санкт-пель здесь будет просто великолепный, потому что солнце будет падать прямо за серпантин, вот за эту гору, куда уходит серпантин. Людей вообще посмотрите, как мало. По цене, ну вот сразу, да, увидели, насколько даже плодой черешни можно судить. Что касается моря. Ну, как многие местные, в принципе, там туристы говорят, что здесь самое чистое море. Не знаю, сейчас мы вместе с вами подойдем, посмотрим. Дагомыс, это, наверное, какая-то гостиница. Да, видите, Дагомыс, как бы, шицы, вон она сама гостиница. Видимо, люди здесь ходят по специальной, отведенной для них построенной дороге. Давайте глянем. Поднялся такой приличный ветерок. Прям аж холодно даже ходить в шортах. Ну, слушайте, ну чисто. Чистая вода. Причем, смотрите, будет вам видно, нет. Рыба прям подплывает. Очень-очень, вот прям вот она рыба, мелкая. Плавает. Здорово. Мне нравится. Чуть-чуть бы мы пораньше бы приехали, я бы, конечно, занырнул, поэкспериментировал, поплаваем. Но сейчас уже дискомфортно, с собой даже полотенца нету. Поэтому нет, ребят, сегодня купаться мы не будем. Ну, здорово. Я единственное не знаю, зачем привезли вот эту вот кучу. Ее так очень много там вот дети устроили. Горку. Настилы пока лежат вот в такой стопке. Это, кстати, продолжается набережная Дагомыса. Возможно, их потом здесь расстелят. К началу июня поставили душ. Видимо, вот эти металлические перкасы, это качельки. И лежаки лежат в стопочке, пока все обмотано. Причем, вы знаете, даже спасательная вышка, вот она, прямо по курсу, она тоже обмотана такой красно-белой лентой. Я не знаю, возможно, пляж пока этот не функционирует. Спасателей тут нет. Но видно, что ребята, вот они трудятся, ложат настилы, закрепляют. Вот что-то открылось на набережной, что-то пока не открылось. Но мне очень симпатичный Дагомыса. Вот прям, вот прям очень. В межсезонье здесь было тоже классно. Мы пришли вообще почти одни были. Тоже немножко, конечно, не подфартило нам тогда с погодкой. Но как место даже немножко здесь пожить, какой-то отрезок своей жизни, я Дагомыс бы, конечно, тоже рассматривал. Вот, видите, даже такие вот веранды типа стоят, эти белые, они пока не под что не задействованы. Я, кстати, не обратил же ваше внимание, то, что стоят буйки, все установлено, только почему-то, я не пойму, они стоят как будто бы в два ряда. Один вот ближе к берегу, а второй ряд он как бы дальше. Тоже как бы не пойму, почему так. Набережная, смотрите, как выглядит со стороны пляжа. Вот такие заведения, ресторанчики с видом на море. Да, классно, я не знаю, мне прям не перестрелить, говорить я прям очень Дагомыс зашел. Вот еще одна спасательная вышка, и она тоже в ленте, видите, красная лента. Давай руку отсюда. Я не знаю, кто в курсе, может быть, местные смотрят, тоже черканите, когда здесь пляж-то откроется. Все, а дальше на той стороне, вот за этим мостом, мы с вами были. Осталось нам только найти какое-нибудь заведение, покушать, попробовать здесь Дагомысской еды, заценить, оценить, и... Кстати, смотрите, сейчас я перебью сам себя, да, здесь есть такой дом какого-то серфинга, смотрите, есть парус, вот у них там гараж, куча всяких досок, прикольно, может быть, кому-то будет актуально и интересно, то можно вот сюда, видимо, приехать покатать. Пойдемте искать, где нам покушать, поужинать. мы зашли в кафе «Ласточку», это вот прямо на входе находится, мы два раза проходили. Как мы сделали свой выбор, да, всегда? Как ты сделала свой выбор? Мам, я снимаю ботиней, наверное, вкусно. Понимаете, да? Мы же как бы не местные, а... Зачем сандали снимать? В общем, возможно, местные сюда часто ходят. По меню давайте я вам прям продемонстрирую. В общем, смотрите, «Ласточка» кафе с 2007 года. Давайте я вам прям сейчас все буду показывать по меню, а вы приценитесь. Так, вот, вот так вот. Дальше что у нас? Ставьте на паузу, изучайте. А мы сейчас, мы сейчас что-нибудь возьмем и попробуем. Нет, мы еще не готовы. Да нет, мы выберем. Спасибо. Мне очень нравится, мы сейчас определимся. Спасибо большое. Очень... Сразу могу слышать, что очень вежливый персонал. Видите, даже хотят... Хотят помочь в выборе. Прям... Родион, подожди. Так, давайте вот так салаты. Давайте дальше вот так горячие закуски. Дальше что? Опять горячие закуски. Потом первые блюда. Очень много вообще всего, конечно, да. И все хочется. Вот так вот бом. Бом. А вы ставьте на паузу, если вам нужно посмотреть. Какая-то сарфетка. Мама, можно взять маргариту? Покачу. Это зеленые. Есть еще... Пасты. Это темные, зеленые. Сейчас скажу. Пиццы. Можно взять и мерительскую. Слушайте, вообще огромнейший выбор просто... Вообще всего. Я аж устал листать здесь сейчас. Десерты. Десерты. Смотрите, опять десерты. карта бара. Карта бара. Карта бара. Вот так вот. Вы не отвлекайте, вы быстрее закажем, быстрее пойди. Очень много болтайте. А пиво я вам... А, вот, смотрите, я покажу. Картошку, либо пиццу хочешь. По пиво смотрите. Картошку, пиццу. В общем, сейчас покажу, что еще пронесут. Кушай. Так, теперь Настеньке. И... И себе. Ну, давайте пока съедим пиццу, потом все остальное, да? Мы решили дожидаться всей остальной еды. Сразу покушать пиццу, пока горячая. Приятного аппетита. А вот это блюдо называется хачапури на мангале. Мы ни разу такое не ели, поэтому мы решили попробовать, поэкспериментировать. Но сейчас отведаю вкус, и я скажу вам, как. Настюха, отодвигай руки. Блин, мы его подождем пока. И что, Артем? Да пусть берет, пусть берет. Оп, и Радюшка. Опа. Все? Вот и все закончилось. Ждем следующее блюдо. В общем, эту штуку мы вообще ни разу не ели. Интересно, что как будет вкус. Вот вроде он и говорит. Не, хачапури мы здесь постоянно едим. Просто на мангале мы не брали ни разу. Ммм. Вот. Да, конечно. Подоспело. Еще блюдо. Картошка. И люля-кебаб. Куриный. Да. Вкусная? Вот, продолжаем кушать. Вот теперь, когда почти все принесли, точнее, принесли-то все, но мы уже половину съели, можно нормально покушать. Все ваше здоровье, нам приятного аппетита. Пока Настенька еще выбривает, я хочу вам показать, что мы поели, насколько вышли. Вот. Можете поставить на паузу и посмотреть, нормально ли это. Но мы очень сильно наелись. Ну что, мы поели. А сейчас я вас приглашаю сходить еще раз на море, посмотреть на вечернюю обстановку, вечернюю атмосферу. Давайте сходим. Вот это кафе, ребятки. Ну вот, порекомендуем, правильно? Ласточка. Да, вкусно. А хорошая цена. Вот она находится, ласточка, прямо на набережной и прямо вот на центральном входе Дагомес. Да, смотрите, вечерочек. Так пустая. Вообще, здесь вот прям по курортному хорошо, вот прям классно. Гляньте, как здорово. Закат, небо уже окрасилось, солнце ушло за гору, кайф. Вот такой вот, ребятки, Дагомес. Немножечко сейчас еще вам на машине поедем, я еще немножко покажу вам город, покажу комплекс высотки, который нам тоже нравится, но он, я понял, еще строится. Да, чуть-чуть мы пропустили закат, ну ладно. Музыка. 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 ребята мы в общем рискнули взяли и черешню она вот например вот в этой палатке отличается тем то что здесь он сказал турецкая прям яркая яркая вот а мы взяли домашнюю на вкус какая-то мне прям вишну так напомнил ну не знаю мы приедем сейчас разместимся где-нибудь где получится и помоем вот ребята этот комплекс который хотел вам показать видите но он еще строится но он прикольный в паспорте паспорт объекта я смотрел здесь это был прикреплен да такие апарты конечно классные ну и плюс он прям стоит на дороге все как говорится коммуникации развязки близко шикарный догомысовский пляж вот видите мы прям подъехали получается дороге вечерний догомыс и и и и и и Продолжение следует...